Всем добрый день! Сегодня мы на видео покажем, как выглядит поршневая VH-VP6 в оригинале и также оригинальные запчасти, которые обычно берут как сопутствующие запчасти. Это римкомплект двигателя, вкладыши коренные, шатунные полукольца. Так, сейчас я переключу видео, мы все это посмотрим. Итак, на видео у нас поршневая VH-VP6 в оригинале. Это один из видов поршневой VH-VP6, они бывают с разным видом поршня. Здесь в данном случае я в комментариях к видео напишу, как будет выглядеть сам поршень, какая модель поршня. На что хочу обратить внимание, что поршневые в ящиках крайне редко встречаются, в основном их можно найти по отдельности, то есть отдельно гильзы, поршни, кольца поршневые, кольца под гильзы, которые входят, например, в римкомплект. Но в данном случае, вот в данную поршневую, которая в этом ящике, кольца под гильзы, они тут написано, что входят, вот здесь по-китайски это написано, вот здесь есть по-китайски комплектация, то есть внутреннее оснащение. И вот здесь написано гильза, поршень, там кольца поршневые, кольца стопорные под палец, там палец поршня и кольца под гильзы, соответственно. Вот. На что хочу обратить внимание. Как правило, есть сложность определенная, чтобы все вот эти запчасти в оригинале были у какого-то поставщика на одном складе. И бывает, что вот есть, например, поршневая в ящике, но нету, например, римкомплекта в оригинале, или нету в оригинале вкладышей коренных и шатунных, да, например, и полуколец в оригинале, что хотелось бы. И вот из-за этого потом получается солянка сборная. Купили, например, хорошую поршневую, да, например, вдруг получилось, или купили по отдельности гильзы, пальцы там, не знаю, кольца поршневые. Но в итоге, например, достался неоригинальный римкомплект. А неоригинальных римкомплектов на рынке их полно. То есть вот, например, мог быть вот в такой упаковке, видите, здесь под VE-CHA упаковочка, но при этом это аналог. Это совсем не VE-CHA, потому что VE-CHA, тут совершенно конкретно видно логотип VE-CHA, да, вот написано VE-CHA, вот написано здесь VE-CHA. На неоригинальном комплекте этого нету, да, обозначения, Также на рынке встречаются аналоги различные. Вот, например, КОЕ. КУ-ОЕ, да, бренд. Это ремкомплект этого двигателя ВП-6. В чем проблемы обычно с аналогами? То есть обычно низкое качество комплектующих, то есть низкое качество сальников коленвала, вот заднего, переднего в частности. Низкое качество колец под гильзой. Они, как правило, не в допусках. Также, возможно, могут лежать прокладки ГБЦ, не в оригинале. Но в данном наборе КОЕ прокладка, по-видимому, все-таки вложена оригинальная. Потому что вот здесь присутствует QR-код, его видно. И вот эти обозначения, вот здесь, с этой стороны, где видно каталожный номер, это все, в принципе, соответствует тому, как это в оригинале идет. То есть вот так же идет и в оригинале у прокладки. Потому что вот я отдельно достал прокладку эту. Вот здесь видно, что такой же смысл. Все точно так же, как на оригинальной прокладке. Вот здесь посмотрим. Вот они. Видите обозначения. Все те же самые. Поэтому всегда нужно смотреть, разбираться, что покупаешь. Так как ремонт может пройти не так, как хотелось бы. Например, что-то купил качественное, но на чем-то так получилось, что сэкономил. Или просто у поставщика не было того, что хотелось. Взял из того, что было. И в итоге потом ремонт делается спустя рукава. То есть и механик вроде как гарантию не даст нормально, потому что запчасти не все в оригинале, например. Поэтому обращайте внимание, работайте с поставщиком, который предложит все запчасти в оригинале. Благо на ВИЧАЙ сейчас есть возможность отгружать полностью оригинальные запчасти на всю номенклатуру позиций, которые идут на капиталку двигателя. То есть вы можете и поршневую купить. Поршневая, я сразу говорю, в ящике не обязательно какая-то идет подобранная, подогнанная под двигатель. То есть там все запчасти подобраны. То есть вы можете и отдельно покупать гильзы в оригинале, пальцы, поршня, поршни, кольца поршневые. И в любом случае это будут такие же хорошие запчасти, которые, скажем так, притерты друг к другу. Не обязательно искать именно в ящике, просто в ящике тяжелее найти, проще найти по отдельным запчастям. К тому же некоторым клиентам не всегда нужно купить, скажем так, в сборе всю поршневую. Кто-то хочет просто кольца поршневые поменять, или просто гильзы, или просто поршни и кольца, например. Или только пальцы хочет взять. Ну, разные клиенты попадаются, разные капиталки бывают, дефектовку по-разному делают. Ну, как бы вот такие моменты. Ну, в принципе, все, что хотел показать. Еще в любом случае будем снимать другое подробное видео с разбором по весу, сколько весят запчасти из поршневой, как выглядят в оригинале крупно обозначения на вкладышах, в частности, на полукольцах. Вот, поэтому будет еще второе видео. Кстати, вот еще хотел показать у ВИЧА. Видите, у ВИЧА всегда вот такие наклеечки идут на упаковках, на поршневой, с QR-кодами, вот с такими, что подтверждает подлинность продукции. Вот. Ну, всего хорошего, до новых встреч, увидимся на следующем видео.